В этом году график работы президента на 1 сентября впервые был составлен не по обычному плану. Традиционные встречи с учениками и учителями глава государства решил отменить. Говорит, однажды белорусские пионеры предложили ему провести открытый урок истории и ждать долго не пришлось. Я это предложение принял. Ну вот так вот. Но по всем правилам. Не забывайте, что в свое время я получил педагогическое образование и пролил не одну минуту. К учебному процессу подключились студенты и школьники со всей страны. И каждую область видно на отдельном экране. В Гомеле трансляция идет из университета имени Франциска Скорины. Здесь собрались студенты-первокурсники. Урок начали с обсуждения политической ситуации в стране и мире. И что делается у нас, чтобы белорусы могли спать спокойно. Очень напряжены сегодня наши вооруженные силы. И это правда, я это не скрываю. Пограничники, ания, милиция, спецслужбы. Потому что обстановка вокруг нашей страны не позволяет нам ни на минуту расслабиться. Поэтому мы с вами здесь везем разговор, а они стоят на страже нашего мира по периметру всей границы. На встрече обсудили и тему образования. Учебники истории, к примеру, в некоторых странах переписываются и искажаются события. Важно, чтобы история стала точной наукой, а не политической, говорили спикеры. Первокурсница Анастасия не ожидала, что первый урок в ВУЗе будет таким эффектным. Мне очень понравилось. Это первый мой урок. Я даже не ожидала, что это будет президентом. И действительно было круто. Что ты здесь поняла сегодня? Поняла о том, что тема политики действительно сейчас важна в наше время. И было очень интересно, как он все рассказывал. На уроке истории обсудили самое важное событие. Ключевые фигуры, которые внесли вклад в развитие страны. Главное, отмечает президент, белорусы всегда были хозяевами на своей земле. И без суверенитета у нас нет будущего. И что бы ни случилось, мы будем развивать наше демократическое суверенное государство. День знаний в Гомельском лицее особенный для новобранцев. В этом году лицей принял 60 первокурсников. Праздник не обошелся без сюрпризов. Специально для лицеистов – сладкие подарки от главы государства. Это две тонны арбузов с личного подворья президента. Спасатели ценят такое внимание. Новый учебный год начался почти для 163 тысяч школьников Гомельской области. Впервые за парты сели более 17 тысяч первоклассников. Средняя школа номер 3 имени героя Советского Союза Дмитрия Пинзякова – одна из старейших в Гомеле. Первых своих учеников она приняла в 1936 году. Сегодня особенное заведение – наличие сразу трех патриотических классов. Более того, в этом году здесь впервые сформировали класс, где школьники наряду с общеобразовательными предметами будут получать азы пограничной службы под кураторством профессионалов. Растить патриота нашей республики надо со школы. И больше, и больше уклон делать на воспитание детей. Когда вот с младших классов, когда залаживается вот этот в детей этот стержень, я считаю, что надо здесь больше углубить на патриотизм своей родины. Мы увидим, что сегодня творится в соседних странах, когда полностью перечеркнули всю историю. Первый звонок созвал за парты белорусских школ и детей Украины, которые начинают строить жизнь с нуля в нашей стране. Им больше не угрожают взрывы и выстрелы. Родители могут отдавать своих сыновей и дочерей в образовательные учреждения, не опасаясь за их жизнь и здоровье. Более ста украинских детей отправились получать образование в школы Гомельщины. Семья Андрея приехала в Беларусь из Херсонской области Украины месяц назад. За это время он успел найти жилье и оформить все нужные документы, чтобы устроить сына и дочь в школу. Для меня главная безопасность детей моих. Психологически они восстанавливаются. То есть, да, они не пугаются там этих вот, ну, как бы, стуков дверей, грома. Боялись, да, успокаиваются. Десятиклассник Максим с одноклассниками уже познакомился. Хорошо, говорит, если сразу найдутся друзья. Помогут и в учебе, и адаптироваться в новой стране. Учебный год в Гомельском медуниверситете тоже начался с традиционных торжеств. Количество первокурсников в этом году увеличилось почти на 580 человек. Среди них Александр Ивашенко, молодой человек из Речицы. С детства хотел быть врачом. И вот стал ближе к своей мечте. Это было мечтой. Это из первого класса. Я мечтал стать врачом. Для меня это не то чтобы волнительно, но просто это ожидание. Я ждал этого очень долго. Я рад, что наконец-то я поступил в медуниверситет. С напутствием к студенческой молодежи обратился помощник президента и инспектор по Гомельской области. Студентам, которые уже отличились в учебе, Николай Рогащук вручил грамоты. Заместитель министра здравоохранения Александр Тарасенко также поздравил будущих медиков с началом учебного года. Желаю вам стать профессионалами своего дела. Действительно профессия гуманная, самое здоровье человека – это самая высокая ценность. И стать патриотами Родины, соответственно улучшать медико-деморатическую ситуацию в республике. Ну и как было сказано уже, здоровье населения и нашей нации. Будущие врачи исполнили международный студенческий гимн и дали клятву преданности своему делу. Учебный год только начался. У школьников и студентов впереди не только учеба, но и особое время, которое в народе принято называть золотым. За новое впечатление, крепкую школьную дружбу и незабываемые воспоминания, которые остаются на всю жизнь. Ирина Дробышевская, Новости недели.